Магнитогорск Настраиваемся на хороший бой Когда играли в авангарде, в общем-то, Металур был достаточно принципиальным соперником для Омской команды Вот наиболее яркие серии, может быть, вы назовете? Да я сейчас так уже, как говорится, не вспомню Но все матчи проходили, как говорится, в упорной борьбе Поэтому я был соперник сильный, так что настраиваемся на серьезную битву По-прежнему основной силой соперника является все-таки устранение первой тройки или как-то по-другому настроитесь? Ну у них на самом деле все звенья хорошие, конечно, это звено лидера есть у них Но у нас там любая пятерка может результат сделать Поэтому за всеми надо пристально, как говорится, следить и внимания уделять любой тройке в один То, что успешно складывались матчи в этом сегодня В Догорске, у плей-офф будет какое-то значение иметь? Ну, если только психологическое немного, потому что плей-офф, сами знаете, игр совершенно другие по накалу и по всему Так что настраиваемся на серьезную битву Магнитка делает ставку на физику, да, вот Как надо сыграть с этим снимем, чтобы переиграть? Ну, нам тренеры подскажут Всех секретов, как говорится, рассказывать не будем Поэтому мы разберем игру Соперника Владимир Владимирович, это ваш третий плей-офф в качестве главного тренера команды Салат Юлайф И получается, что во всех трех плей-офф противостоит Юлайфцам Магнитогорский металлург В общем, присутствует некое дежавю, может быть, что ли? Ну, всегда я считаю, что регулярный чемпионат и плей-офф, это, в общем-то, наверное, как две разные жизни Да, это два разных соревнования И, несомненно, для любой команды, которая попадает в плей-офф, это большая ответственность И честь играть в заключительном турнире, да, все команды бьются весь сезон Но здесь надо, в общем-то, показывать новые качества В плей-оффе появляются новые лидеры команды Команда объединяется И, в общем-то, игры на вылет, они чем интересны, да, что проявляется настоящий дух настоящих бойцов И, в общем-то, несомненно, соперники все очень сильны Слабых соперников в этом сезоне нет вообще Поэтому наша задача, в общем-то, сейчас подойти в оптимальной форме Владимир Владимирович, Салаватов в прошлом плей-оффе удалось то, что не удалось другим командам По ходу серии удалось неинтализовать ударное звено соперника Рассчитываете ли вы, что эта игровая модель будет работать и в этом году Или какие-то другие сюрпризы готовы? Ну, наверное, перед плей-оффом никто не раскрывает из тренеров свои карты, да Но то, что у нас есть, в общем-то, определенный план игры с Магнитогорском Это несомненно И мы очень неплохо знаем эту команду И неплохо знаем манеру игры Но это очень хорошая, очень хорошая, сильно сбалансированная команда Где очень подобрана очень хорошая вратарская линия Первое звено, я считаю, это лучшее звено в лиге на сегодняшний день В общем-то, это очень сильная команда И для того, чтобы с этой командой сражаться, надо хорошо подготовиться и проявить свои самые наилучшие качества Беспокоит ли вас игра в большинстве команды, учитывая то, что Магнитогорск лучше по нейтрализации в веке Ну, я уже говорил, что, я уже сказал, да, по поводу Магнитогорска, что эта команда, в общем-то, она без слабых линий И несомненно, несомненно, мы будем играть, разбирать их игру в большинстве И, ну, в общем-то, здесь все компоненты важны Здесь нельзя сказать, что, да, что только большинство Потому что есть еще игра и 5 на 5 И другие компоненты Поэтому мы должны во всеоружие подойти, наверное Ну, во всех параметрах Владимир Владимирович, а в концовке сезона выпала поездка тяжелого в Владивосток Как специалист, так переделите, вот, в принципе, вот этих дней хватило ли команде восстановиться, вот, а климатизация вот эта вот, дойти после Дальнего Востока? Ну, мы два раза в этом году ездили, да, я уже говорил, что очень специфические, специфические матчи Честно говоря, несомненно, особенно очень сложно играть после прилета, после спарных матчей в Хабаровске, Владивостоке Там, видимо, как раз и наступает вот эта климатизация, да Очень специфические такие поездки получились Ну, мы, в общем-то, тренеры, да, и тренер физической подготовки, врач и технический персонал Мы все работали и старались для того, чтобы ребята, в общем-то, быстрее восстановились после этой поездки И то, что мы сыграли последние два матча, да, то, что мы победили при своих трибунах, да, при своих зрителях Я считаю это очень важно, в первую очередь в психологическом плане, да Потому что все команды в сезоне играют в подъем У многих команд бывают и подъемы, и спады И очень важно, что мы эти две игры выиграли, да, и ушли, в общем-то, готовиться к плей-офф с хорошим настроением Потому что я считаю, что моральный фактор здесь имеет не последнее значение Сегодня на тренировке красная звена играла в четыре нападающих, но второго защитника заняла Егор Дубровский, и не было Кутузова Кутузов будет завтра на тренировке То есть нет ни травм, ни ничего? Да, да, да И, в общем-то, я говорю, что, конечно, наша задача Несомненно, я говорю, что вот эти две игры, да, то, что стабилизировать игру, потому что сезон у нас получился очень непростой По ходу сезона мы столкнулись с большим количеством трудностей, да, которые нам пришлось выправлять Но я надеюсь, что к этим матчам мы подойдем в оптимальной форме Потому что были у нас проблемы, серьезные проблемы, которые мы старались решать И думаю, что сейчас команда... Мы сделаем все для того, чтобы хорошо выступить в плей-офф Со звеньями и голкипером на стартовый матч серии определились? Да Большие будут изменения? Где? В звеньях по сравнению с следующим матчем После завтра все увидим Секрет это все Большая ли потеря дисквалификации? Для нас потеря любого игрока, это большая потеря, да, особенно в преддверии плей-офф Ну, там один матч, один матч, один матч, несомненно, Дениса будет не хватать Но у нас есть ребята, у нас есть в этом году несколько запасных нападающих, да У нас вся команда готовится, поэтому есть как есть, дисквалификация, значит, дисквалификация Ну, конечно, жалко, конечно, жалко Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!